Всем привет! С вами канал Техноарена. Сегодня я подготовил для вас топ 5 самых тонких и легких смартфонов 2020 года по версии нашего канала. Эти смартфоны показали лучшие технические характеристики по сравнению с устройствами сходной категории. Чем же они так хороши? Будем разбираться. В описании под роликом я оставляю для вас ссылки на интернет-магазины, где вы сможете посмотреть стоимость этих смартфонов. Подписывайтесь на наш канал Техноарена, если вы не сделали этого раньше, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк. А я начинаю обзор. Начинает наш обзор смартфон Honor 20 Lite. У смартфона большой экран IPS LCD с диагональю 6,15 дюйма, разрешением 1080 на 2312 пикселей, соотношением сторон 19,5 к 9, показатель PPI 415 пикселей. Смартфон очень тонкий и легкий, длина 152,9, ширина 72,7, а толщина всего 7,4 мм. Вес 159 грамм. Разблокировка смартфона при сканировании лица или при помощи датчика отпечатка пальца. Фронтальная камера на 24 мегапикселя, светосилой f2.0. Тыловая камера тройная. Основной объектив на 48 мегапикселей, светосилой f1.8. Широкоугольный объектив на 8 мегапикселей, светосилой f2.4. Датчик глубины на 2 мегапикселя с искусственным интеллектом, светосилой f2.4. Смартфон работает на Android 9 Pie и MUI 9. За производительность отвечает 12-нанометровый восьмиядерный процессор Kirin 710. Видеоускоритель Mali-G51 MP4. Конфигуратор памяти 4 гигабайта оперативной, 128 гигабайт постоянной. Поддержка двух сим-карт формата Nano, microSD. Разъем для наушников 3,5 мм, NFC. Аккумулятор 3340 мАч, microUSB 2.0. Следующий в нашем обзоре смартфон Huawei Y8P. У него легкий и прочный корпус из 3D-стекла с закругленными краями. OLED-экран с диагональю 6,3 дюйма, разрешением 1080 на 2400 пикселей, соотношением сторон 20 к 9, показатель PPI 418 пикселей. Толщина этого смартфона всего 7,8 мм, длина 157,4, ширина 73,2, вес 163 грамма. Разблокировка по лицу или экранному датчику отпечатка. Фронтальная камера 16 мегапикселей, диафрагма f2.0 помещена в каплевидный вырез. Тыловая камера состоит из основной камеры 48 мегапикселей со светосилой f1.8, ультраширокоугольного объектива 8 мегапикселей, светосилой f2.4, датчика глубины на 2 мегапикселя, светосилой f2.4, светодиода. Есть стабилизация съемки в ночном режиме. Смартфон работает на базе Android 10 и MUI 10.1 без поддержки Google сервисов. Действует восьмиядерный процессор Kirin 710F, видеоускоритель Mali-G51 MP4. Память 4 или 6 гигабайт оперативной, 128 гигабайт постоянной. Слот для Nano SIM, карта памяти Nano SD до 256 гигабайт, разъем для наушников 3,5 мм, NFC, USB Type-C, аккумулятор 4000 мАч. Следующий в нашем рейтинге Samsung Galaxy A41. У него большой Super AMOLED-экран с диагональю 6,1 дюйма, с разрешением 2400 на 1080, соотношением сторон 20 к 9, показатель PPI 431. Спинка глянцевый пластик, разблокировка при сканировании лица с помощью экранного датчика отпечатка, есть NFC. Galaxy A41 очень компактный, тонкий и легкий смартфон. Длина корпуса 149,9 мм, ширина 69,8 мм, толщина 7,9 мм, вес 152 грамма. Фронтальная камера на 25 мегапикселей, светосилой f2.2 с искусственным интеллектом, помещена в каплевидный вырез посередине экрана. Тыловая камера с основным объективом на 48 мегапикселей, светосилой f2.0, сверхширокоугольный камера на 8 мегапикселей со светосилой f2.2 и датчика глубины на 5 мегапикселей со светосилой f2.4. Смартфон работает на Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Возможно обновление до One UI 2.1. Действует восьмиядерный 12-нанометровый процессор Helio P65 от Mediatek с видеоускорителем Mali-G52 MC2. Производительность максимизирована с помощью приложения GameBooster. Память устройства 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Поддержка двух сим-карт, карты памяти microSD, разъем для наушников 3,5 мм, USB Type-C. Аккумулятор 3500 мАч, быстрая 15-ваттная зарядка. Следующий в нашем обзоре смартфон Huawei P30 Lite. У него TFT LCD IPS-экран с диагональю размером 6,15 дюйма, разрешением 1080 на 2312 пикселей, показатель PPI 415. Задняя панель смартфона выполнена из 3D-стекла, разблокировка по отыловому сканеру отпечатка пальца, сканированию лица. Есть NFC-модуль. Размер смартфона 152,9 мм, ширина 72,7, толщина корпуса 7,4 мм, вес 159 грамм. Фронтальная камера на 32 Мп с светосилой f2.0, она помещена в каплевидный вырез посередине экрана смартфона. Теловая камера с основным объективом на 48 Мп с светосилой f1.8, широкоугольный объектив на 8 Мп, датчик глубины на 2 Мп с светосилой f2.4. Смартфон действует на Android 9 с возможностью обновления до Android 10 с оболочкой и MUI 10.0. Есть 12-нанометровый восьмиядерный процессор Kirin 710, есть 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Поддержка SIM-карт, карты памяти microSD, разъем для наушников 3,5 мм, Type-C. Мощность аккумулятора 3340 мАч, есть функция быстрой зарядки на 18 Вт. Завершает наш обзор Apple iPhone SE. У него IPS LCD-экран с диагональю 4,7 дюйма, разрешением 1334 на 750 пикселей с соотношением сторон 16 к 9. Показатель PPI 326 пикселей, экран закрыт защитным стеклом. У смартфона очень компактный тонкий стеклянный корпус, толщина смартфона всего 7,3 мм, длина 138,4, ширина 67,3 мм, вес 148 г. Есть защита от воды и пыли, сканер отпечатка, фронтальная камера на 7 Мп светосилой f2.2, тыловая камера на 12 Мп светосилой f1.8 со светодиодной вспышкой. Смартфон действует на iOS 13, за производительность отвечает процессор Apple A13 Bionic с видеоускорителем Apple GPU. Конфигурация памяти 3 ГБ оперативной, 64, 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Поддержка Nano SIM плюс eSIM, запатентованный реверсивный разъем USB 2.0. Аккумулятор 1821 мАч, быстрая 18-ваттная зарядка. Итак, это был топ 5 самых тонких и легких смартфонов 2020 года по версии канала Техноарена. Какой смартфон понравился вам больше и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях. Под видео я оставил для вас ссылки на интернет-магазины, где вы найдете подробную информацию о лучших ценах на эти устройства. Ставьте ваши лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал, вас ждет много интересных обзоров новинок смартфонов. Спасибо за просмотр, увидимся на канале Техноарена. Всем пока!